Это классическая история, а люди время стал Антиох-Эпифан. Хороший вопрос вот заключается в чем? Как выпрыгнуть из этого порочного круга, правда? То, что он существует, мы уже поняли, с какими-то вещами согласились, теперь вот как с него спрыгнуть? И где-то вот здесь, когда человек осознает свою зависимость и обнаруживает этот анальгетик, на который он присел, ему нужно, во-первых, опять же, то же мужество, чтобы признать свою зависимость и озвучить, признать вот этот анальгетик. Когда люди понимают, что у них заберут анальгетик, у них начинается частенько паника. Что же я буду делать без него? Кто из вас бросал курить? Бросали курить. Сколько раз бросали вы курить? Вас сразу бросили или потом поднимали еще долго и опять бросали? Подавали, опускали. Это да. У меня был первый вопрос, знаете, какой? Как я буду пить кофе? Как же я буду пить кофе? Без сигарет, это просто был ужас. Сейчас вспоминаю, думаю, это что? Меня охватывала паника от одной мысли, как я буду пить кофе? Это такая простая мелочь. И мне не удалось бросить, у меня было мистическое освобождение, совершенно сверхъестественное от Бога. Потрясающе совершенно. Итак, человек понимает, какой у него анальгетик. И он понимает, что ему придется с этим расставаться, чтобы вырваться из этого порочного круга. Один раз ему нужно его не употребить. Ему нужно и где-то разорвать эту цепь. Разорвать эту цепь. Разные методы и средства люди принимают. Для многих нужно, для некоторых нужно сверхъестественное. Вот быть в помазании, побыть в силе Божьей. И зависимость уходит вдруг сама по себе, от какого-то переосознания. Некоторым нужно удалиться из города, удалиться от связей, от друзей, от компаний. Это рэп-центр. Чтобы побыть отдельно от общества, которое навязывает там какой-то определенный продукт. Побыть в этой независимости. Существуют разные предложения, как людям спрыгивать с этого дела. Но точно невозможно вырваться из порочного круга без осознания боли, признания боли. Ее нужно назвать. У нас такая чуть ли не игра в общине. Просто я называю это игрой, чтобы сделать это максимально позитивным. Я говорю, назови это. Люди очень что-то говорят, говорят о чем-то. Я говорю, назови это. Я не знаю, что это. Пока ты не назовешь это. Это бесполезный, беспредметный, длинный разговор. Назови это. Дай ему имя. Очень легко разбираться с вещами, которые вы назвали. Когда перед вами какая-то такая, как на облачко похожая проблема, вы о ней говорите часами и так и не можете понять, что это. Что это такое. С ней невозможно начать разбираться. Ее надо обличить. Ее нужно обнаружить. Ей нужно назвать имя. Если это зависть, ее нужно сказать, это зависть. Если это гнев или ревность, надо сказать, это ревность. Надо ее назвать. Второе. Нужно обнаружить средства. Вот это средство. Когда это такие вещи, как алкоголь, это очень легко обнаружить или наркотики, согласитесь. Это такие видимые, легко обнаруживаемые вещи. Гораздо сложнее с какими-то духовными анальгетиками. Тут очень сложно. Например, это склонность к объедению. Вот. Склонность к объедению. Я знаю ряд людей, которые говорят что угодно, только не то, что они объедаются. Они говорят, что это гормоны, что это гены, что это стрессы, что только. Просто потрясающе, как много лет можно вот так вот сочинять. Понимаете? Просто думаешь, кто тут дурной? Человек тебе так грузит. Ты сидишь, прикалывается. Или что это? Было бы не так печально все, друзья, весело, если бы не один факт, что от этого люди жутко страдают и иногда рушатся семейные отношения. То есть это ваши последствия есть. Хорошо, как вам вот такая болезнь 21 века, шопоголик, слышали о таком? У меня тоже в моем окружении есть люди, что просто тяжело пашут, пашут на износ. И потом с какой-то стресса пошли, все деньги спустили в магазин. Если хоть не себе, то кому-то, но что-то купить надо. Да, ну правда. Я говорю, ладно, деньги есть трать. Хуже, когда уже нету, и все от этого страдают. Это трать. Но Пашу-то вообще зари не видят, белого дня не видят. Тяжело зарабатывают деньги. И потом срыв их. Надо назвать это. И потом следующее, что точно нужно понимать, как ты будешь избегать этого. Как ты заменишь этот анальгетик? Если тебе будет больно, что же ты будешь делать? Пост. Пост, да, кому пост? Кого-то заберите у меня кошелек и карточку, да? Что-то надо делать, да. Возможно, это выезд, возможно, это пост. Возможно, кому-то это поезд такой... Да, да, да. Возможно, это выезд в пустыню, и чтобы сразиться вообще с этими голиафами в своей жизни. Я разговаривала с одним братом, такой долгий разговор ни о чем. Вот когда разговор ни о чем, и долго, это первый признак, что этот разговор вокруг настоящей проблемы. Иногда люди приходят поговорить к вам, они приходят к вам поговорить, но они боятся про то самое начать разговаривать. И они вот так вас по кругу, целый час про мир во всем мире, про соседа, про брата, как помочь соседу, как рассказать Евангелие подружке, как помолиться за сестру брата. И такой прямо вот, прям слуга пришел поговорить за всех, как помочь всем. И это первый признак, что человек не может начать, ему тяжело подойти к сути проблемы. Он сам себя вот отвлекает, тебя отвлекает. И был такой случай, я долго вот этот разговор ни о чем был, и я спросила брата, какой твой самый большой страх? И так, тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх. Мы умолчали просто, он думал, и начал плакать. Думал, думал, я рассчитывала, что он сейчас подумает и скажет, он думал, и он вот настолько ушел вот в этот вопрос, чего он больше всего боится, он начал думать о том, о чем он больше всего боится, и начал плакать. Да, да, и, ну, иногда есть такая практика, когда человек должен обратиться к своему страху по имени. Тоже назови его. Скажи, что это такое. Ну, и чего ж он больше всего боялся. Мы же его не знаем имени. Мне придется потом многое вырезать оттуда. Мне вот прошлую сессию надо вырезать, вчерашнюю вырезать. Я, это тоже конфиденциальность и доверие ко мне, друзья. Можно позвонить ему и спросить? Да, да. Я, я... Нет, но мы же не называем его по имени, а так просто. Верно, где это? Больше всего остаться без денег и потерять семью из-за этого. Какая чепуха. Для него нет. Для него нет. Потерять семью, чепуха. Из-за денег, что? Без денег и потерять из-за этого, это семью, остаться без денег. Ну, чепуха для того, кто не имеет этой боли. Для мужчин это больше, наверное, понятно, потому что мужчины, мужчин, это для женщины, понимаете, а мужчина, он себя полноценным чувствует, когда он может обеспечивать. Ну, ясно. Вот. Нам не переживать. Да. И в любом случае, вот, чтобы для человека было, как на ваш взгляд кажется, что это чепуха, если он из-за этого плачет, друзья, для него это капец как важно. Никогда не дайте ему почувствовать, что это чепуха. А представьте ему сказать так, да? Да, да. Так, может, он исцелит. На самом деле следующее, что вы должны спросить, почему он так думает. И тогда он бы вам рассказал о своем ужасно нищем детстве. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, друзья. Это такое. Не у всех, да. И то, что он видел, то, что разворачивала семейная драма его родителей на его глазах, нет, нет. Это все очень серьезно. Вот. И мы плавно с вами, друзья, переходим, переходим к... Так, сейчас мне нужно открыть этот файл. И на этом мы закончим с вами. Потому что когда-то это надо закончить. Все. Так. Это у меня где? Как слушать, чтобы не спороть ерунды? Мы сейчас с вами... Да. Потому что мы можем сделать глупость, ошибку, слушая людей. Боже мой, где же это? Одну минуточку. Запишите, пожалуйста, как слушать или виды слушания. Пока я ищу этот документ. Наверное, тут. Да, вот он. Ура. Оставаться третьей страницы. Если бы у меня была начитка этого предмета, я, честно говоря, первый раз слепила для вас. И очень все достаточно поверхностно. Но еще раз говорю, моя цель была может быть, озадачить или какие-то убеждения пошатать. И надеюсь, получилось. Одну секунду. Вот, вот. Ура. Ура. Пять уровней неслышания. Давайте запишем первый уровень, самый низкий уровень слушания или слышания. Он называется игнорирование. И мы сейчас с вами запишем или обсудим, как это выглядит, потому что мы думаем, что мы не игнорируем, но, если честно, достаточно часто можем игнорировать своим слушанием людей. Игнорирование происходит тогда, когда у слушающего есть неспособность признавать существование другого человека. Но как это может выглядеть, когда он в ваших глазах слабенький, хиленький, бедненький, неумненький, ну, в общем, ну, вы его не очень особо цените. Вот к вам приходит человек такой какой-то, ну, не очень, он крутой в ваших глазах. Серенький, да, начинает что-то говорить. Для него это кошмар, как важно. Может, он там три дня постился и молился, чтобы вам что-то сказать. А вы уже его в упор просто уже не можете слушать, потому что у вас к нему вот определенное такое отношение. Второй вид слушания, типа, как, чуть-чуть получше, но вроде тоже, но тоже ни тудым, ни сюдым. Это то, от чего нам нужно, чего избегать. Он называется лицемерие. это когда вы человеку лжете, делая вид, что вы его слушаете. То есть, вы типа из-за этических соображений или, ну, опять же, не знаю, неудобно же сказать, не хочу тебя слушать, да, как-то, надо держать марку, и вы поддерживаете разговор, типа, да, вот, что это? Это ложь. Правда же? Это ложь. На самом деле вы не собираетесь его слушать, но его обманываете, делая вид, что так не происходит. То есть, конечно же, при таком подходе вы четко должны понимать, что никакой консультации, если вы так собираетесь разговаривать с человеком, слушать, никакой консультации быть не должно. Мало того, может это происходить, как нам кажется, очень оправданно. К вам приходит человек, а вы говорите, а вы по себе говорите, да я знаю, что сейчас будет рассказывать. Опять он про это. Да я уже это 30 раз слушал. Может быть такое, да? Когда люди, как пластинка у них такая, одна и та же играет. Если вы вот уже заранее настроены, что он сейчас будет играть свою пластинку, вы просто выключаетесь, потому что вам надоело это слушать. Есть такие знакомые, когда они звонят, я так делаю трубку, так я знаю, что я могу через 5 минут ее поставить, сказать, ага, и сделать так снова. Потому что они разговаривают в одну сторону, вот. И так, да. И я вот где-то минут 7-10 вот так, типа, делаю вид, что слушаю, потом говорю, так зачем ты звонил? И тогда я слышу, суть вообще. Ну, иногда вот так, потому что, ну, это не консультация, это не какой-то серьезный разговор, просто такая вот привычка у людей разговаривать. Но если вы душепопечитель, вы должны себе не разрешать так слушать. Потом то, что тоже не предполагается для душепопечителя, третий уровень, это такое избирательное слушание, избирательность. То есть это тоже ложь. Когда мы делаем вид, что мы его слушаем, но мы включаем и выключаем внимание. То есть вот чуть-чуть послушали, потом раз, выключились. Ну, типа, что держать чуть-чуть на контроле, ну, чтобы совсем не потерять суть и цепочку. То есть мы себе позволяем так, да, там, поучаствовать в разговоре. И опять выключиться. Это такое избирательное слушание, когда вы решаете, где вам слушать, где вам не слушать. Для собеседника или для человека, который рассчитывает на то, что вы его слышите, это по отношению к нему нечестно. И вы можете очень много, на самом деле, важного пропустить. Вы не активны в своем слышании. потом, следующий уровень, которого тоже стоит избегать, внимание. Еще он, как бы, назван таким автобиографическим словом. Когда вы уделяете внимание и сосредотачиваетесь на том, о чем говорит человек. Вот, послушайте, сейчас выглядит все замечательно. Вы уделяете внимание и сосредотачиваетесь на том, о чем говорит человек. Слушай, вы даете понять, что вы прошли то же самое. и через более плохие или более сложные ситуации. Вы говорите, что их боли или случаи не очень-то значительны и даете им свое понимание. Все вот эти виды слушания, четыре, они для личной выгоды. Вы, как слушатель, на самом деле свою выгоду очень четко во всем этом протягиваете. В первом случае, когда идет игнорирование, ну, как передать вы свой имидж не потеряете. Вам безразличен человек, вы его не слушаете, но марку держите. Во втором случае, может быть, вы контролируете ту часть разговора, которая вам действительно важна. В третьем случае, поменяла местами, лицемерие. В общем, в любом случае, это слушание для личной выгоды. Автобиографическое слушание или вот это внимательное. Оно самое опасное, я думаю, что вот оно более всего нас покупает, подкупает. Обычно в таких разговорах вы достаточно внимательны, но фишка в том, что вы не, в этом разговоре не служитель, а используете разговор для того, чтобы самому также быть тем, кто говорит, а не тем, кто слушает. Такое, я попала на энкаунтер, мне служила женщина, наш разговор зашел в то, что я ее потом слушала полтора часа, думаю, убейте меня, зачем мне это все надо было. Я так тяжело шла на этот разговор, в результате, когда она поняла, что я пастор, слушала я ее. И это то самое автобиографическое служение, она мне не послужила, мне на энкаунтере не послужили. Мне не послужили. Я утомилась, слушая служителя. И что делает автобиографическое слушание? Вот здесь внимание, когда вы слушаете человека, вам может показаться, что вы очень хорошо его понимаете, потому что у вас была точно такая же история. Вы прям в ней были, и говорите, я тебя так понимаю, и я тебе сейчас приведу свой пример, потому что у меня ситуация была похуже, чем твоя, и вы считаете, что уже расстреляли человека, потому что у него драма по поводу его ситуации, а вы ему даете понять, что это ерунда, что у тебя, что ты пришел тут плачешь, я тебе скажу, что у меня было. Вот у меня было, а у тебя так что-то, мелочи жизни. Вот. Действительно, может быть, вы человек по характеру гораздо сильнее, и вещи, с которыми вы справились, этого бы человека давно закопали. Но для него слишком много то, с чем он сталкивается. то, с чем вы сталкивались для него важно. И когда вы его проблему на свое разумение обесцениваете, говорите, что ты там, мальчик или девочка, страдаешь вообще из-за прыщика на носу, вот в другие бы годы, ну и так далее. Так поступают, так нельзя делать. Своё мнение по поводу ситуации, мотивации, нельзя давать человеку, потому что вы по-любому не на его месте. И вам очень может казаться, что вы знаете, где он находится, но вы точно не на его месте. Вы не в его шкуре, не в его характере, не с его прошлым и так далее. Не с его чувствами. Это автобиографическое слышание убивает, а не помогает, но иногда людям кажется, что они классно поговорили. И то, к чему нужно стремиться, то, к чему нужно стремиться, тот уровень, который душепопечитель должен взять для себя как инструмент, это эмпатическое слушание, эмпатия или сочувствие. Эмпатия. Это такое слушание, когда вы слушаете с целью понять, без необходимости быть понятым самому. Вы слушаете для того, чтобы понять, а не преследуете цель, чтобы поняли вас. Это такое слушание, где вы не проецируете вашу собственную автобиографию на этих людей. Это такое слушание, когда вы помещаетесь себя, пытаетесь стать на место этого человека. В при таком, это стоит записать, при таком общении, эмпатическом слушании 10 только процентов идет через сказанные слова, вот информации. Сейчас я это объясню. Основной процент это общение через язык тела происходит и эмоции. Через язык тела и эмоции. И вот здесь тоже необходим опыт и необходима теория. Люди, которые пережили изнасилование, у них есть определенный вид знаковый, как физически они себя ведут. Если они до сих пор переживают в пике травму, то есть определенное поведение, жесты рук, то, как человек этот сидит, то, как он себя ведет, это очень может быть, если это в пике, это очень легко прочитать. Просто это такие вещи, но можно их, конечно, проигнорировать, но если вы не будете их игнорировать, оно вам намного больше поможет понять человека, всего лишь навсего. Например, одна девушка, она все время хотела, когда со мной поговорить, она говорила, пойдемте в ту комнату или пойдемте. Она все время пыталась увести разговор так, чтобы она могла контролировать аудиторию и людей. Для нее очень важно было контролировать все. Когда я с ней садилась и общалась в зале после служения, она прям начинала так нервничать и ерзать, что она не понимала, что происходит за ее спиной. И она просто брала контроль в свои руки, она начинала на меня давить, где мне сесть и как мне там вот, быть. И я очень ясно видела, что она хочет всячески контролировать ситуацию, контролировать меня, только по одной причине, как она выбирала место для разговора. У меня с ней были честные общения на эту тему. Мы разобрались во всем этом. Длительная война была такая, в каком смысле мы очень долго проходили процесс такой взаимной взаимного исцеления, взаимных отношений. Ей нужна была помощь, и эта помощь она оказывалась на протяжении нескольких лет. Причем мы как знамя передавали от одного душопопечителя к другому. Тоже я говорю, нужно иметь терпение. Иногда вы проходите с человеком терапию, вы понимаете, что все уже. И для вас может все пусть пойдет к другому. Или вернитесь к этому через полгода. для вас все, а вот для него еще не созрел он. Не созрел. И на самом деле вот уже такой момент освобождения когда был, он был очень яркий. Очень яркий. Вообще от Бога пришло понимание, откровение, покаяние, освобождение. Но длилось это очень долго. И вот такой момент я видела, вот это желание контролировать из-за каких-то непонятных страхов ситуацию людей, оно выражалось с том, как человек выбирал место и где он не соглашался садиться. Вот. И эмоции. Опять же еще раз слова или текст приносят только на самом деле реальной информации 10%. Если вы по словам собираетесь понять картину, вы ничего не поймете. И это большая ошибка цепляться за слова. Вообще там в словах ты сказал это, ты сказал то, это вообще не важно может быть. Тем более не все люди очень точно выражают то, что они думают и чувствуют. Эмпатическое слушание продолжаем. Оно называется также сочувствующим. Ну, повторяли это местописание. мы радуйтесь с радующими и плачете с плачущими римлянам 12-15. Коринфянам также 1 Коринфянам 12-26 говорит когда страдает один член страдают с ним все. Славится один член с ним радуются все. Очень важная человеческая нужда человека, который пришел говорить к вам это быть принятым и понятым. Мы все хотим быть понятыми. Нас очень сильно раздражает и вырубает когда нас не понимают. Правда? Или когда мы говорим одно, а наши слова переворачивают вроде повторяют что мы сказали это вообще не то что мы думали. Нам это не нравится. У человека есть нужда быть принятым и понятым. Какие я не имею цель все об этом рассказать. Но что я хочу еще сказать. Когда вы эмпатически открываетесь для человека нечто происходит. Вы открываетесь для его духовного мира. И тут вот эта граница важна. Вы открываетесь для духовного мира. вы можете помнить я говорила так туда нырнуть. это не ваш мир. И вот эта защищенность Богом, защищенность кровью, защищать свою целостность это очень важно при эмпатическом слушании. Потому что здесь есть риск вашей уязвимости. Очень серьезный риск. эмпатия она является таким слушанием глазами и сердцем. Поэтому когда вы хотите понять человеком вам нужно на него смотреть и пытаться чувствовать сопереживать. Опять же это не слова. Слова самую последнюю роль играет в таких ситуациях. Когда вы именно таким образом слушаете человека это дает возможность этому человеку исследовать свои чувства. Вы его слушаете он говорит и когда он говорит он вдруг начинает сам проверять что он думает и что он чувствует. Ему нужно дать такую возможность именно эмпатическое слушание дает такую возможность. Итак что важно понять никогда не делайте переносно свою историю когда слушаете человека иногда уместно о чем-то рассказать но точно не надо из вашего пациента ну извините условно делать слушателя это нечестно человек пришел вам что-то рассказать вы его хопа за уши сидите сейчас я тебе расскажу все что я знаю и думаю это категорически невозможно вот что не умолять его трагедии никакими никаким своим не знаю внешним видом не никак не показывать что вы не считаете его проблему проблемой как каким образом можно показать это презрение презрение выражается на духовном уровне презрение выражается мимикой лица рукой вот так когда делают знаете вот типа или вот так махут рукой больше не надо уже все все сказали типа вот когда вот эти брови типа или может быть для кого-то это игра ну ради ради того чтобы послужить человеку тогда надрессируйтесь так играть в таком случае я стояла перед такой моральной дилеммой не притворяюсь ли я когда тренируюсь улыбаться я была в таком месте своей жизни я не рассказывала люди предъявляли постоянные претензии что у меня нет любви я их посещаю я за них молюсь я им деньги даю я прихожу там не знаю с ними проживаю трудные периоды жизни потом нет любви люди все время пытались мне сказать что я эмоционально не проявляю нежных чувств вот но не хватало им еще этого а я думаю ну как так вообще меня упрекать я как лошадь пашу в этой домашней группе в этом регионе у меня на себя жизни нет вообще моей личной жизни нет и я все время ловлю упроки в свою жизнь в отсутствие любви и думаю почитаю книжку что нет меня все хотят я книгу купила маршала взаимоотношения ну и сразу на главу любовь все не читала только про любовь и он начал описывать что любовь это решение думает все про меня тут тут же все про меня любовь долго терпит я их терплю терплю любовь что там я не завидую любовь выражается в делах так я делаю я вот что они от меня хотят я по его книжке поняла что я права они все нет понимаете вот по книге я все делала как он написал и они хотели от меня чувств проявления эмоций я на них не была способна никогда я их не видела я не знала как это для меня это было глупым лицемерием понимаете я улыбаться не умела я думаю попробую я где-то то ли услышала то ли увидела что там будьте если хотите иметь друзей будьте дружелюбными у нас пастор был он все время такой вот это вот американская улыбка я думаю попробую-ка и я так и я подошла к зеркалу и попробовала знаете думаю господи помилуй это был ужас просто я вот стою перед зеркалом думаю это же какое притворство какое-то лицемерие вообще вот это стоять тренироваться знаете что мне дух святой сказал если ты хочешь подарить людям любовь потренируйся и я потом по глупости своей одной сестре это посоветовала и она меня упрекнула в неискренности то есть она вообще этого не поняла потому что то с чем я боролась она этого не проходила для нее это было стопроцентное лицемерие вот до сих пор не улыбается лет 20 прошло это можно это можно вот окей лицо очень важно когда вы говорите с людьми очень важно оно может выражать ваши негативные нехорошие чувства которые человек прочитает в 2 секунды вы будете говорить хорошие слова но если он в вашем лице увидит презрение вы все уже плохое что могли вы уже сделали вот ну вот и все пожалуй друзья я бы не хотела больше вот там пунктов у вас мест писаний за эти 3 дня уже больше чем на год вот